Эта дорога девятилетняя девочка из Саратова ходила в школу в гаражном кооперативе и нашли ее тело. Позже подозреваемый скажет, что убил ребенка от испуга. Мужчина незаконно завладел гаражом и боялся, что девочка позовет полицию. Таких гаражей много и в Барнауле. Эти гаражи легко могли бы стать местом преступления. И здесь могла бы пропасть еще одна или даже не одна девочка. Потому что ежедневно здесь проходят сотни детей. Совсем рядом находится школа. Вдруг там будут какие-нибудь злые люди внутри? А мы особенно не те гаражи, они там нельзя ходить, а на тех можно. А чем они отличаются? Потому что мальчик говорил. Если бы я ходила во вторую смену, то можно было бы, а днем нет. Днем не страшно? Нет. Гаражи как сокращенная дорога или игровая площадка. После убийства в Саратове один из депутатов Госдумы уверен, что эти строения опасны. И предложил их сносить. Для барнаульцев, к несчастью, это тоже место преступлений. В прошлом году в гаражах убили Михаила Седова. Скопление гаражей находится, как правило, либо на муниципальной территории, либо на частной. То есть это вот рядом с большими домами. Но на данной территории очень сложно следить за каким-то либо ПТ-порядком. Здесь, в отличие от обычных улиц, нет ни дорог, ни освещения, нет никаких тротуаров. То есть, в принципе, то, что здесь творится, остается только здесь. Снести гаражи сейчас единственная миролюбивая идея. Некоторые депутаты уже высказываются за возвращение смертной казни вслед за жителями Саратова, которые требуют самосуд. В социальной сети Госдумы идет опрос, нужно ли казнить преступников. Большинство – за. Эксперты советуют не спешить. Главным аргументом против смертной казни, я считаю, является судебная ошибка. То есть, ее невозможно будет избежать. Потом не может гарантировать, что судебная ошибка не полечет применение данной меры в отношении виновного человека в настоящее время. То есть, наша правоохранительная система и судебная система, они несовершенны. То есть, не лишены возможности совершать ошибки. Например, пока нашли Чикатило, казнили нескольких человек. А в целом, в СССР в разное время приговаривали к смерти политических преступников, коррупционеров, бандитов, насильников, дезертиров и мародеров. Их число – почти 700 тысяч человек. В 1997 году ввели мораторий на смертную казнь. История, без сомнения, циклична. То есть, мы вступаем, в общем-то, в начало цикла очередного так называемый правовый нигилизм, который у нас, к сожалению, доминирует в общественном сознании, но может играть в злую шутку. То есть, это такое решение, если власть будет принимать в ответ на обращение с, так сказать, среди новых граждан, ну, я не знаю, это чревато. И если мораторий все-таки отменят, то казнить будут только за особо тяжкие преступления – убийство детей из их числа. Для применения высшей меры по другим статьям, например, участие в митинге или репост, чего уже боятся некоторые, придется переписывать законодательство. Дарья Демиллер, Андрей Печоркин. День с толком.